Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Кузнецов и Дмитрий, компания АЛЯМ. Сейчас продемонстрирую вам одну из переадресаций. Позвонила сотрудник Альфа-банка, думая, что разговаривает со своим клиентом, поговорила с юристом. Давайте вместе послушаем, как мы, как говорится, выявляем их никчемную сущность, бесполезность и непрофессионализм. Итак, внимание, поехали! Меня зовут Кайдерова Ирина Вячеславовна, ведущий специалист отдела взыскания. Александр Владимирович, у вас имеется задолженность в Альфа-банке по карте 28 дней. Скажите, вы оплату по счету произвели? Нет. Уточните, по какой причине не производите платеж? Максимально банальное отсутствие средств на эти цели. До 5 мая закрываете задолженность в Альфа-банке? Не уверен. Не готов ответить. На текущий момент сумма корректная копротива оставляет в размере 4900, но хочу обратить внимание, что эта сумма действительно только до 4 мая. В ночь с 4 на 5 вам будет значительно очередной штраф за факт выхода на задолженность, то есть дополнительно еще и 700 рублей. В договоре есть у нас такие условия, что... За факт выхода на задолженность банк начисляет штрафные санкции. В договоре термин штраф написано? Александр Владимирович, согласно вашему договору с банком, у вас имеется... Ну, я вопрос... ...отчетливо задал вопрос. В договоре у нас... Вот вы сотрудник банка, еще и ведущий специалист, и вы сейчас утверждаете, что в договоре слово «штраф» написано? Александр Владимирович, в договоре комплексного обслуживания с банком четко прописано, если вы являетесь клиентом банка, вышедшим на задолженность, банк начисляет штрафные санкции. Ну, то есть вы сейчас утвердительно отвечаете, что в договоре... Мне не нужно было вот эту тираду услышать. Вы сейчас утверждаете, что в договоре есть термин «штраф». Банк... Штраф? Фигурирует термин «штраф». В досудебных отношениях эксплуатируется термин «штраф». Душа моя, договор можно квалифицировать как незаключенным. Понимаете, да? На основании 452-й статьи Гражданского кодекса Российской Федерации договор составлен вопреки действующему законодательству. Штрафовать гражданина Российской Федерации имеет право только судья. Вы понимаете? Если в договоре присутствует термин «штраф», как это? А какая тема? Вы сейчас... Задолженность перед банком может быть только в случае в том, если у гражданина есть договор с банком, не противоречащий действующему законодательству. В нашем с вами случае мы убедились, что договор противоречит действующему законодательству, так как эксплуатируются термины, не соответствующие тому самому законодательству. Вы сейчас это признали, что в договоре есть термин «штраф». Никто, кроме судьи, не может. Я сейчас вам открываю все карты. Да, после вас. А смысл мне с вами диалог вести? Вы теперь никто. И вы, как сотрудник банка, подчеркнули эту ничтожность в отношении меня. Вот сами берите и платите. Больше ни копейки не поступит от меня, потому что договор заключен вопреки действующей. Да вы себе выдумывайте все, что хотите там у себя, выгрузчики. Вам не продолжится, а ожидаем ваш платеж. Ну, ожидайте. Я вам от души желаю не скучать в этом ожидании. Потому что ожидать придется долго, если не всегда. Вот такая, друзья мои, скажем так, ситуация. И, конечно же, я тут немножко преувеличил. Естественно, там можно написать это слово «штраф», но, понятное дело, по умолчанию взымать штрафные санкции они не имеют права. Вот что хотелось мне сказать. То есть, конечно, написать это можно, и никто им это не запрещает. Но претендовать на эти штрафы они не имеют права в досудебном формате. А уж тем более взымать эти штрафы, как это делается сплошь и рядом, когда человек все-таки платит, ему безозрение совести предъявляют в выписке или в комментариях специалистов, что вот какая-то часть ваших денег ушла на штрафы. Нет, пени здесь актуальны. Но пени тоже по закону не могут превышать определенных процентов. Они там ноль какие-то, ноль запятая стока-то. Ни в коем случае ни одна, ни два, ни три, ни один, ни два, ни три процента. Понимаете, в чем дело? И даже если этот договор зеркально чист, если он практически без нарушений составлен, то это все равно остается простым договором. Гражданско-правовые отношения. И за нарушение условий договора не существует никакого, извините, телесного наказания, лишения свободы, уголовного преследования и так далее и тому подобное. И все спорные моменты, друзья мои, в правовом государстве, именно в правовом государстве, как мы все слышим, мы живем, должны решаться в суде. Вот и все. Поэтому, если вы не можете платить, у вас нет сил, нет возможности, или у вас есть деньги, но у вас планы, приоритеты расставлены в другом формате, семья, дети, вы сами, лично, ваш быт, красивый быт, комфортный быт, то, пожалуйста, ставьте на первое место то, что вам важнее, а не амбиции кредитного учреждения, обычной компании, юридической организации. Понимаете, вы же не ставите приоритеты, интересы какого-нибудь магазина, который в соседнем доме находится, если вдруг у них там какие-то проблемы, вы не бежите и не отдаете им деньги, чтобы они свои проблемы закрыли. Вот. Здесь то же самое. Банк – это обычная коммерческая структура. Вот и все. Только они себя возвели в рамк каких-то полубожеств. А мы, как дураки, вот это все съели и поверили в это. Так вот, хватит быть дураками, хватит верить на слово. Берите, изучайте хотя бы немножко законы. Запомните, законы пишутся не для банков, не для нарушителей этих законов. Законы пишутся для тех, против кого выступают вот эти коммерческие учреждения. Чтобы вы умели пользоваться этими законами и защищать себя. Запомните, в нашей стране принцип права носит заявительный характер. Даже в пресловутой Америке, где вы слышали, что за горячий гамбургер какие-то там кафешки штрафуют на миллионы долларов, поверьте, это только в том случае, если тот, кто обжегся этим гамбургером, заявил об этом и грамотно отстаивает свою позицию. В противном случае он бы мог обжигаться этой булкой с котлетой всю свою жизнь и, как говорится, сопеть в тряпочку. Я призываю вас всех не быть, не уподобляться стаду, выйти из этого стада. Стадо, конечно, огромное. Вся страна наша, это и есть стадо, которое спокойно стригут, режут на мясо, если понадобится, и так далее, и тому подобное. Но в этой ситуации не обязательно выживать, здесь можно научиться жить, поверьте. Кто не верит, посмотрите, как можно не платить кредит. Пройдите на наш сайт, элементарно, ссылочка в описании любого ролика, и этого в том числе. Посмотрите видео. Видео на сайте существует. Это презентация, как устроена работа кредитных юристов компании Алям. И вам все станет наконец-таки понятно. Все встанет на свои места, и вы поймете, почему на самом деле все так просто. Я не утверждаю, что это максимально просто, и это любой из вас может сделать. Это, как знаете, изучать иностранный язык. Тот, кто его изучил, скажет, что это легко. Тот, кто никогда не подходил к словарю иностранному, скажет, что это очень сложно. Так вот, мы являемся неким переводчиком вот в этом, на первый взгляд, непростом деле. Если у вас нет времени, желания, возможностей, сил, в конце концов, моральных и физических, для начала подпишитесь на наш канал. Успокойтесь, съешьте ту самую обезболивающую таблетку, а потом давайте вместе уничтожим источник этого заболевания. Давайте искореним вот этот вот страх, основанный на незнании на вашем. Мы за вас все сделаем, если вы хотите. И это, поверьте, намного выгоднее, чем платить всю жизнь банку. Как они говорят, платите хоть понемножку, и мы будем с вами дружить. Вот это понемножку может продолжаться всю вашу оставшуюся жизнь. И никакой дружбы, поверьте, не будет. Вы просто окажетесь в долговом рабстве, и за то, что вам дадут более или менее спокойно существовать, вы будете постоянно отдавать свои деньги. Я подчеркну слово «постоянно». Чтобы этого не было, нужно все расставить на свои места в документальном порядке. Уничтожить вообще возможность как таковую брать с вас денег. А что для этого нужно сделать? Нужно в суде доказать, что вы никому ничего не должны. У вас нет возможности платить. В этой связи вы этого и не делаете. Закон на вашей стороне, друзья мои. Все, что необходимо, нужно создать условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. И как бы это странно и невероятно не звучало, есть алгоритм, есть уже много результатов. Мы помогли не одной сотне клиентов наших. Мы один из ведущих операторов, юридических операторов на территории Российской Федерации. Эти условия мы знаем, как создать. Когда банк сам откажется от претензий, и вы будете свободны. То есть у вас не будет официально никакого долга. Да, какие-то там коллекторы будут позванивать, но я всегда говорю, что коллекторы никакой силы не имеют юридической. Это рассчитано на психологическое давление, на вашу психологическую слабость, которая сформировалась в связи с вашим незнанием. Вот это вот незнание формирует устойчивый страх. Поверьте, если вы подпишетесь на наш канал, посмотрите хотя бы с десяток наших роликов, посмотрите обращения Кузнецова Дмитрия к вам, то ваш страх рассеется, и вы еще и будете смеяться сами над собой. Уж извините. Да, очень со многими такое происходило. Ну что, проходим по ссылочке на наш сайт. Смотрите, для вашего удобства, справа вверху сейчас выйдет кликабельная подсказочка. Вот она. Заходим на сайт, смотрим видео. Обязательно, если вам нужна юридическая защита, регистрируемся так, как рассказывается в видео, и вам позвонят специалисты нашей компании в рабочее время. Позвоним мы с телефона, который указан в правом верхнем углу нашего сайта. Посмотрите, вот наверху на сайте есть телефон. Так вот, именно с этого номера вам будут звонить наши специалисты в рабочее время. Забейте себе в трубочку там или куда, и не пропустите звонок наших специалистов. Ну, конечно же, подписывайтесь на наш канал, лайки ставьте. И, пожалуйста, друзья, репост в соцсетях. Это очень важно, чтобы как можно больше количества людей узнали о том, что на самом деле происходит с их долгами, с их проблемами, как они ее вот проблемой назвали. На самом деле, это проблема яйца выгодного не стоит. Хотя многие могут в это не поверить. Конечно, ссылочка на группу ВКонтакте в описании ролика. Все наши ролики дублируются ВКонтакте. Пожалуйста, подписывайтесь на нашу группу. Ну, и еще раз напомню, посмотрите видео на нашем сайте. Вот, смотрите, в правом верхнем углу сейчас вылезет еще раз, для вашего удобства, кликабельная подсказочка. Вот она. Посмотрите видео, оставьте заявочку, и мы вам перезвоним. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании АЛЯМ. Желаю вам всего хорошего, счастья, здоровья и финансового благополучия. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok